Дельцы от коммуналки проявляют завидную изобретательность в мошеннических методах присвоения денег жителей. Так, в Волгограде одна из управляющих компаний, некий бизнесмен, использовали уже известный метод незаконного сбора средств с людей – двойные платежки. А вот в качестве средства обогащению был выбран домофон. Строка сплаты за его техническое обслуживание появилась осенью прошлого года в квитанциях за квартиру более чем у 10 тысяч жителей Краснооктябрьского района города. Все подробности расскажет Елена Лыкова. Появление новой строки в платежках вызвало недоумение у людей. Долгие годы компании, занимающиеся домофон-сервисом, выставляли им счета отдельным документом. Более того, когда жильцам пришли непонятные квитанции за квартиру, деньги за обслуживание переговорных устройств на подъезде многие уже заплатили. Люди обратились в свою управляющую компанию. Написали бретензию, объяснили, что мы платим по кварталам, до конца года мы уже оплатили. Зачем нам еще кому-то платить? На что нам ничего не ответили. Деньги взимаются. Куда они идут эти деньги? Для кого? Что на них покупается? Возникли не только вопросы, ответить на которые коммунальщики не смогли. У жильцов возникли и другого рода трудности. Например, люди из-за неразберихи с платежами за домофон не могли получить субсидию на оплату услуг ЖКХ. Если мы вычеркиваем то, что у нас домофон в наших платежках, квартирных, у нас не принимает банк эти платежки. И если вот я получаю субсидию, мне субсидии не принимают платежки. У нас идет долг. Графа по техобслуживанию домофонов появилась в квитанциях десятка домов Краснооктябрьского района. Причем в некоторых случаях доходило и до абсурда. Плата выставлялась за несуществующие высотки оборудования. Были такие случаи, что граждане звонили и говорили, что в единый платежный документ включено ТО домофона на те подъезды, где даже нету не то что домофонов, кодовых замков. Руководители сразу нескольких компаний по обслуживанию домофонов обратились в полицию. Как выяснили стражи порядка, в мошеннической схеме были задействованы руководство управляющей компании и некий бизнесмен, который и являлся организатором аферы. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции был установлен 32-летний индивидуальный предприниматель, осуществляющий финансо-хозяйственную деятельность в сфере оказания услуг ЖКХ, который в период с октября 2012 года по настоящее время выставлял жителям счета на оплату фактически неоказываемых услуг, а именно так называемые двойные платежки. Более 500 тысяч рублей. Такая сумма незаконно присвоенных денег за якобы обслуживание домофона фигурирует в данном уголовном деле, возбужденном по стадии мошенничества. В числе пострадавших свыше 10 тысяч волгоградцев. Расследование продолжается. Елена Лыкова, телекомпания Ахтова, при содействии пресс-службы областного ГУМВД.